каждый человек скачивает приложение относительно его интересам в каждом приложении есть возможность практически почти в каждом есть множестве рекламы и реклама в приложениях реклама в мессенджерах она будет больше набирать оборотов если у тебя отдел продаж например или отдел продвижно отдел аккаунтинга или отдел реализации просто хаотично творить то как бы свой бизнес будет развиваться в разные стороны но не всегда в ту которую ты хочешь смм-агентство не может взять ответственность за склад за реализацию продукции за то как работает подел продаж если не хочет crm система на фиксируется ли как-то лиды то есть вообще откуда приходят если этого всего нет то никакое смм-агентство и маркетинговое агентство не поможет но если только вы ним партнером не берете маркетинговое агентство она полностью не входит в бизнес каждую неделю самые успешные предприниматели бизнесмены делят со мной своим профессиональным опытом сегодня это основатель компании just контент александр воловик здравствуйте александр расскажите чем вы занимаетесь начинал я с самого простого это ремонт компьютеров 14 лет вот тогда это первый мой был так скажем бизнес ну или первые разработанные деньги дальше я занимался мероприятиями организации вечеринок различных концертов флешмобов это было моем родном городе челябинске потом у меня была компания микрофинансовые это деньги даже не потом это в принципе все было параллельно деньги долга зарплаты микрозаймы тогда только вот открылось направление мы решили войти в него вот неудачное было неудачный был опыт параллельно также занимался рекламой принципе рекламой занимался всю свою жизнь и она тесно переплеталась мероприятиями и сейчас вот основное направление это продвижение компаний социальных сетях интернет-маркетинг под ключ и сопровождение проектов в маркетинге вот и курсы курсы по маркетингу курс по соцсетям конференции расскажите что нового произошло в смм 2016 году но сменился дизайн в контакте например 10 лет отпраздновала социальная сеть в контакте то есть таким образом немножко люди очнулись и поняли что социальные сети это вот не что-то новое он не уже существует 10 лет те стереотипы которые были раньше например то что контакты социальные сети для школьников они уже давно неуместны сейчас все есть везде очень большое пересечение 86 процентов это люди которые сидят и в контакте и в фейсбуке и в одноклассниках сейчас сейчас у человека есть страничка во всех соцсетях какими-то он пользуется больше какой-то социальной сети куда меньше но в целом идет такое пересечение ну есть технические какие-то изменения 16 году но они не совсем понятным пользователям вот но несколько интересных инструментов появилась таргетировать рекламе фейсбуке для меня это событие вот например появилась там возможность лидогенерации то есть привлекать сразу лидов вот и платить за лидов в фейсбуке до этого такой такого такой возможности не было появилась таргетинговая реклама в instagram сейчас можно точечно настраивать рекламу нужных вам людей нужны вам должности на директоров либо наоборот там на скажем если у вас детские товары на мам можно конкретно в инстаграме своей целевой аудитории показывать рекламу такие технические моменты они для меня больше играет роль наверное чем для массового потребителя многие это просто не заметили вот наверное это для меня основные изменения в 2016 году поделитесь каких социальных сетях сейчас легче привлечь трафик вот это такой самый популярный вопрос где легче но и за люди говорят вот там или там на самом деле на него ответ и там и там так проще то есть отовсюду это перекрестная аудитория то есть вот допустим вы вас допустим есть там желание купить квартиру или машину ну например вы можете зайти в контакте посидеть с друзьями пообщаться потом открыть другую вкладку и зайти в фейсбук и фейсбуке пообщаться своими деловыми партнерами и зайти в одноклассники пообщаться пообщаться с мамой но от этого вы не хотите другую машину то есть вы хотите то же самое и вас на вас как на потребителя нужно воздействовать везде одинаково и ловить его ловить везде поэтому брать привлекать можно из контакте из фейсбука из инстаграма из одноклассников отовсюду где проще даже не знаю зависит наверняка сферы и до человека у меня многие ученики они но делает домашние задания на курсах то есть им нужно настроить рекламу и там и там и там бывает так что с одной сферой но приходит люди с одной сферой две девушки учились у них были детские комбинезоны и у одной сработала реклама хорошо в одноклассниках она запустила размещение в крупных сообществах там а у 2 сработал таргетинг фейсбук то есть и а но но не сработали одноклассники с ней не получалось у нее это понять и мы тоже не понимали хотя комбинезоны были даже одних и тех же брендов вот такое тоже бывает поэтому везде есть способы главное просто их тестировать пробовать смотреть каждый человек может вести свой блог наверное может вести каждый но не каждый будет вот вчера я рассказывал на курсе у меня стартовал курс обнажён digital на этом курсе ребята изучают основные инструменты интернет-маркетинга как раз там как создать сайт как на него привлечь как сделать но какие-то действия ключевые для привлечения пользователей мы обычно считаем сколько сколько тот или иной инструмент принес человеку и вот девушка очень но но у него был вопрос относительно одного из инструментов называется личная история это история у вас то есть как раз вот элемент персонального блога когда вы пишете стори тейлинг пишите это о чем за ним чем занимаетесь записываете деятельность и прикреплять к этому посту фотографию и даете там призыв к действию чтобы репост сделали друзья с помощью этого инструмента как ни странно он не стоит нисколько денег то есть просто можно разместить историю и получить хороший результат но у нее прям вот ее перебирала понятно я вот не сижу социальных сетях не могу могу ли я вот типа создать страницу бизнеса игры ну какой у вас бизнес пиццерия могу ли профиль пиццы создать но кстати профиль пиццы то есть но это не личный блок и вот многие люди просто ну они интроверты не интересно они не любят себя показывать они стараются там держаться это подальше от этого всего поэтому мне кажется им тоже это будет выгодно я и сказал ага то есть у меня это не сработает игру у вас это сработает но в это делать не будет разные вещи сработает и не будете делать вот поэтому личный блок наверное может вести каждый кто занимается хоть чем-то вообще в принципе даже есть блоги которые даже есть блоги о ничего не делали да то есть люди которые просто вот страдают ерундой но показывают это достаточно классно и весело и как правило самые популярные блоги что сподвигло вас основать собственную компанию у каждого человека бывает в жизни какой-то такой момент когда он когда он понимает что что-то не так что-то идет не так как нужно и у меня такой момент был когда я работал по найму я работал в компании менеджером по продаже рекламы и однажды я задумался а что будет если я ну вот сейчас дальше продолжу что будет и я понимал что ничего не меняется и денег мне становится больше не как-то жизнь моя не меняется появляются какие-то долги и я понял что это не тот путь который я хотел бы я начал думать какой же путь тогда я хотел вот и в целом на самого раннего детства я всегда мечтал быть предпринимателем у меня были мечты типа банк основать ну это детские такие фантазии но мне всегда нравилась реклама и я уверен был что буду снимать видео ролики буду там как-то работать вот с рекламой и это меня нас подвигло я помню как ушел я помню свой последний рабочий день после последний зарплату это было 12 тысяч рублей я помню что купил на последнюю зарплату купил такое полупальто непонятное такое типа модненькая тысяч за 6 и купил туфли осенние потому что не было денег там на зимние за незимнюю обувь это был просто декабрь и и они стали там 1400 было челябинске и сразу забронировал место на новый год это был декабрь и нужно было но в год праздновать я сразу отдал там 2000 по-моему скидывались другу на но чтобы хотя бы новый год точно забронировать себе ну и ушел в неизвестность без зарплаты без всего и вот какое-то время жил на макаронах с кетчупом и даже поймался на мысли что когда есть макароны и кетчуп они достаточно достаточно вкусные и я подумал блин когда здесь интернет и макароны с кетчупом в целом нормально но когда кончается кетчуп кетчуп однажды закончился вот тогда я понял что наступила задница и нужно какие-то прям вот ключевые решения принимать и я помню в тот месяц я закрыл две хороших сделки и понял что это уже по деньгам больше в четыре раза чем я зарабатывал работы на работе я понял что пути обратно нет и начал вот в этом развиваться а как вы перешли к тренинговому направлению дело в том что опять же там в самых ранних лет не всегда начинают учителей и заканчивая друзьями все говорили что тебе надо заниматься тренингами ты там бизнес тренер ты всегда любишь поучить ты всегда любишь там что-то советовать ты любишь там ну вот как бы этот тренинги у меня постоянно эта тема была но я всегда был уверен что тренингами может заниматься человек который имеет за собой что-то твердое имеет за собой бизнес и прежде всего мне сначала нужно стать предпринимателем но это такой сценарий у себя в голове держал я сейчас понимаю что в целом мне ничего не мешало заняться тренингами в 19 лет и сейчас быть очень наверное классным тренером а может нужно было такой путь пройти и мне пришлось 7 лет примерно уделить построению бизнеса это агентство just content это агентство занимается диджитал маркетингом сейчас под ключ начиналось от соцсетей работать с крупными компаниями на базе этого есть бэкграунд который позволяет твердо говорить о теме твердо рассуждать о теме потому что в целом в социальных сетях например для меня очень мало не не открытых что ли не открытой информации для меня любой вопрос достаточно очевиден и это мне позволяет легко работать с аудиторией с любыми вопросами относительно соцсетей мое окружение мои друзья просто сказали дружище мы не можем понять чем занимаешься давай соберемся в анти кафе хотя бы ну где-то соберемся и ты расскажешь потому что ну мы понимаем что что крутое делаешь для компании расскажи как нам делать для наших маленьких компаний или возьми нас продвигаться нет вас не возьму вы типа ну чек не тот но рассказать могу в принципе подумал но почему я своим знакомым предпринимателям только начинают не могу рассказать то что я делаю для крупных компаний я им рассказал это достаточно просто просто для меня и просто для человека в понимании ноги маркетологи усложняют специально чтобы их услуги казались более серьезными более дорогими на самом деле социальные сети это просто как ну решение определенных задач нужно открутить например шуруп вы берете отвертку откручиваете вот контактный таргетинг в контакте тоже такой инструмент как отвертка не более сложный и его можно ему можно научить вот достаточно просто там открыть рекламный кабинет показать несколько фишек уже можно примерно понимать как в этом работать дальше и творчество человеческое пониманием клиента понимание своего продукта и вот это все совместно совместно можно применять я провел вот это небольшое занятие на буквально 10 человек на это занятие не смогли все прийти в анти кафе скинулись просто сами на за время какие-то бутерброды принесли покушали посмотрели вот я на телевизор я помню подключился к телевизору ноутбук подключил и показывал как я продвигаю компании в одноклассниках например многие такие типа как там можно продвигаться вот показывал странички в инстаграм некоторые компании которым продвигали и для всех такой восторг вызвало и я показал показал несколько инструментов и пару человек эти инструменты внедрили я не просил их внедрять они просто сами внедрили буквально через пару дней они мне написали всем раструбили еще что вот был короче на мастер-классе александр воловика внедрил там таргетинг я помню один мужик он занимался консервированием для охотников я в шоке был ну да он внедрил таргетинг просто настроил его показал я показал как сделать он настроил и он был настолько счастливым человеком так прям радовался так всем рассказывал что типа такая классная вещь и вот тогда в целом народ потребовал что я провел второй третий я помню же платил даже сам из своего кармана за аренду и проводил бесплатный мастер-класс по четыре часа не грели как полноценный тренинг бесплатно все были в шоке там приходило человек по 60 и сначала я думал что может быть просто будет контент фото контент для моего агентства и выгодно будет я твердо понимал что вряд ли будет моя целевая аудитория потому что я работал с крупным бизнесом через тендеры и вряд ли они пойдут на мастер-классы хотя тоже несколько клиентов удалось привлечь и через мастер-классы ну и последующем один парень мне просто подсказал бы ну проведи для них какие-нибудь курсы я подумал ну какие курсы для них проведу из-за сколько вообще ну то есть как-то сколько ты не может принести типа что это вообще такое и он где-то сам спросил аудитории интересно им было бы из-за сколько я помню что я на мастер-классе где человек 40 на сидела я спросил ребята вам интересно было бы дальше ну вот изучить эту тему глубже и я помню что подняли руку почти все вам интересно были какие-то курсы все подняли руки также игра сколько был готова были бы за них заплатить мы прозвучали разные цифры там 7 10 там 15 ну и таким образом просто я говорю ну спасибо все-таки а чё как же курсы на типа они привыкли что им обычно продают а тут я рассказал ничего не продаю я еще не придумал я скажу как придумаю и когда я уже одну более-менее сложил для себя на следующем мастер-классе я распроизентовал курс на него записалось сразу 30 человек но это было как бы для меня удивительно для меня не понимал что как первый курс мы закончили из 30 где-то 25 получили денежные результаты я тогда понял что но денежно то есть они внедрили рекламу вот разместили там в крупных сообществах посты по той технологии которая показал настроили таргетинг таргетинговую рекламу в контакте в фейсбуке и ну естественно дальше и сарафанное радио так называемое люди приобретают продукты рассказывают о нем и дальнейшие мастер-классы которые проводил они привели вот к развитию этих курсов и сейчас вот у нас все хорошо образовательная часть это сейчас серьезное направление моего бизнеса и мне она и приносит прибыль и удовольствие то есть я себя реализую как вот именно бизнес-тренер то о чем я с мечтал и то о чем с детства мне все советовали и говорили поделитесь интересными кейсами своей практике но вот один из кейсов роман савкин основатель на лицо основатель компании rich heaven обувь на заказ вот они делают мужскую красивую классную обувь на заказ и крутые туфли вот на одном из выступлений на бизнес молодости я рассказал про инструменты личная история это когда ты просто на своей странице пишешь что чем-то занимаешься что не все наши друзья например знают и плюсом этот инструмент может разойтись вирусно наши друзья могут поддержать нас репостом и дальше уже вне зависимости от наших друзей информация может распространяться и роман как он рассказывал пришел вечером под впечатлением выступления и ну решил написать историю ничего от нее не ждал но просто вот выразил свои мысли то как он к этому пришел то через что он прошел и дал попали там бесплатный первый шаг дал там возможность за репостом попросить за репостом предложил чашечку кофе что стало его потом будущем проблемой он получил 11 600 репостов за буквально две недели и ну на следующий день проснулся уже знаменитым там уже как уже было больше четырехсот репостов то есть выложил вечером масса пошла распространяться насколько мне известно он получил 20 тысяч заявок на заказ обуви на пошив обуви также он получил заявки на партнерство из других стран вот на заказ продукции и один из клиентов то mercedes один из салонов mercedes заказал но партнерство и обувь для своих вип-клиент то есть вот что может сделать личная история инструмента если говорить про суммы то заявок примерно сумму 100 миллионов рублей понимаете что обедняет бизнес человека полностью учитывая то что он только начинал и как бы с хорошим продуктом но с отсутствием маркетинга он просто себе ну как бы выстроил такой плацдарм для раздумий и для трансформации бизнеса и бывает так часто не единственный пример у меня очень много учеников которые с помощью просто там лишь одного поста например который не требует никаких денег если вам не нужно платить деньги за этот инструмент но вы можете сразу привлечь большое количество клиентов если у вас продукт хороший то маркетинг будет увеличивать вот ваш бизнес если продукт плохой то скетч ничего не произойдет чем для вас является обучение других людей когда ты учишь особенно стоишь перед аудиторией когда тебе задают вопросы сам развиваешься ты ловишься на мысли а так ли у меня потому что ты говоришь идеальную модель и начинаешь сравнивать со своим бизнесом что сейчас есть вот и когда я говорю людям как нужно продвигаться в соцсетях иногда я ловлю себя на мысли блин точно надо сделать так иногда хочется прямо вот идти за аудитории типа сказать ребята спасибо я все понял и пойти у себя внедрять то что самим советую вот это первый момент а второе это наверное то ради чего работают даже учителя за маленькую зарплату но это просто благодарность учеников когда ты приносит там если ты учитель ты приносит обычно 8 марта коробка конфет но мне чё только не приносили мне рисовали картину мне приносили коньяк меня поздравляли с ним учителя я вообще был в шоке вот ну мне много подарков различные дарили и просто вот благодарность человека когда они пишут спасибо блин очень круто александр и советую другим и от одного человека который получает результат приходит еще трое его друзей пораженных что а действительно возможно но вот это и заводят это мотивирует это действительно классно ради этого наверное стоит учить даже сами услуги когда ты выполняешь услугу для компаний ты очень редко получаешь благодарности в основном это ну может быть только в письменном виде типа благодарим компанию just content за то что они там являются надежными партнерами но это не то это все равно не так приятно когда к тебе подходит парень который только там начинает или там женщина который уже 10 лет в бизнесе но никогда в жизни не понимала что можно вот сделать одно действие получить там результат за год и могла получить примерно так как социальные сети могут помочь компании работающих битуби тоже часто меня спрашивают что как можно работать битуби рынке в соцсетях как будто бы битуби это что-то вот иное и она никак не связано с общими потребностями человека но допустим но надо первое что понять мы продаем не компания я продаю компании как я найду и как я буду там соцсетях компания то не какое-то существо типа такое аморфное нет компании есть человек с которым вы работаете мы в любом случае работаем с людьми мы работаем человеком из этой компании мы работаем либо с менеджером продажам либо с бухгалтером либо с маркетологом и нам нужно понять с кем мы работаем кто человек который принимает решение если мы продаем маркетинг то кому мы продаем маркетологи нужно понимать что наш клиент это маркетолог Соответственно, нужно искать маркетологов в социальных сетях Где сидят маркетологи? Скорее всего, в каких-нибудь пабликах по маркетингу Правильно, какие-нибудь там СММщики и так далее Вот, мы берем эти паблики, размещаем там информацию Там, где сидят маркетологи Есть такая графа ВКонтакте, Фейсбуке Должность И ее заполняют больше 80% граждан Когда они пишут должность, кем они работают Мы можем с помощью таргетинговой рекламы Выделить по должности, например, маркетологов И всем маркетологам в ленте показывать нашу рекламу Они заходят посмотреть, что у них в Фейсбуке нового листают Оп, наша реклама Так и происходит В B2B рынок так и работает Вы настраиваетесь на конкретно человека, который работает в другой компании А не просто на всю компанию Можете на руководителя настраиваться Это директор, собственник бизнеса И можете предлагать ему Но не всегда нужно очень четко понимать, кто твой клиент Не всегда собственник бизнеса является потребителем всех Получается потребностей его компании У меня, например, мой маркетолог заказывает e-mail-рассылку Или заказывает смс-рассылку И я однажды наблюдал такую картинку Когда он там выбирает подрядчика такая Предложите мне, пожалуйста, другие варианты Выбирает подрядчика по смс-рассылке Мне без разницы, как руководителю, какая у нас смс-рассылка Мне вообще по барабану У меня даже в принципе стоимости вообще нет У нее есть бюджет И в рамках этого бюджета она подбирает наиболее эффективные инструменты Вот, и есть задача Эти инструменты применить с определенным KPI С определенными показателями И все То есть нужно выходить и рекламироваться не на меня Мне бессмысленно предлагать смс-рассылку Когда мне звонят, я говорю Я этим не занимаюсь вопросом в компании Мне неинтересно Интересно вот Марии, маркетологу Вот с ней нужно жить Вот так происходит Можно на кого угодно выйти Можно выйти на закупщиков определенных товаров У меня так вот ученик, который занимается печеньками с предсказаниями Знаете, что такое печеньки с предсказаниями? Вот, он дистрибьютор этих печенек в России И он настроил рекламу на закупщиков продуктов питания То есть он выделил закупщик в профессии, в должности, в фейсбуке указал И поставил еще интересы сверху Продукты питания Ну, продукты питания, там товары, печеньки и так далее Все То есть он получил кого? Человека, который у себя написал, что закупщик, байер Но не все закупщики нам нужны И он дополнительно сделал закупщика, который интересуется, лайкает, смотрит, просматривает информацию о продуктах питания Таких получилось по России около 14 тысяч человек Это не так много для аудитории, вот именно рекламы Однако он получил два заказа с двух городов, которые на постоянную, на постоянные LTV, так называемые, постоянные повторные покупки Вот, и у него постоянно люди заказывают теперь эти печеньки из разных городов Вот так он нашел B2B рынки конкретного человека Мы кого только не искали Мы, например, привлекали, делали конференцию для ведущих, которые ведут свадьбы, праздники И, ну не мы конкретно были организаторами, мы помогали в маркетинге И мы настроили на три, получается, должности Тамада, диджей, ведущий Все Вот мы указали три должности И на них показывали рекламу, приглашение, анонс этого мероприятия Собрали больше 90 человек Со всей России, даже с Владивостока То есть мы нашли по всей России вот именно людей, которые профессионально этим занимаются Вот, поэтому сейчас инструменты социальных сетей так популярны Потому что они точечно могут воздействовать на какую-то аудиторию Не просто всем подряд показывать рекламу А конкретно можно зацепить того, кого нужно Расскажите о трендах 2017 года в СММ Ну, первое, вообще, куда идет рынок социальных сетей, интернет-маркетинга Это в мобильные гаджеты И как бы этому мы не противились, не говорили, что да, еще ноутбуки Они там еще популярны И у людей многих нету айфонов, нет андроидов Просто обычный телефон все равно Все переходит на мобильные гаджеты Почти каждый человек сейчас, мобильник для него Это и компьютер, записная книжка, и телефон Это все вместе Мы уже все здесь храним Приложения для нас, как вот, ну, сумочки у девушки много различных вещей Также и вот в телефоне, в мобильнике у нас очень много приложений Которые как-то нас характеризуют И, опять же, как нас характеризуют Каждый человек скачивает приложения относительно его интересов В каждом приложении есть возможность практически, ну, почти в каждом есть возможность рекламы И реклама в приложениях, реклама в мессенджерах Она будет больше набирать оборотов То есть это будет постоянно И будут появляться чат-боты Правда, я все-таки отношусь к тем, кто Ну, считаю, что их немножко преувеличивают Их значение, потому что я слышу от некоторых спикеров Что все, будущее только за этим Я это слышал, я слышу это каждый год Какой-нибудь новой фишки Все равно везде нужно понимать, что Это инструмент, которым управляет человек И можно управлять, как бы, по-разному Но чат-бот это хороший инструмент Это инструмент автоматической связи с вами Ну, например, вам будет писать человек и говорить Привет, тебе интересна такая-то штука? Да, нет Ты говоришь, да Окей, какое именно тебе там платье Там, если говорить про платье Тебе интересно такое платье? Да, нет Да, интересно Какое именно тебе интересно? Синее, красное, такого-то размера Ты заполняешь все, автоматически платье приходит Вот, такие вещи, ну, будут все больше в тренде Плюс заказы в один клик Человек ничего не хочет решать И все более интуитивно, все более проще Вот запрос со стороны человека Ничего не решать Подумал, появилось Если говорить про идеальную модель То человек вообще ничего не хочет делать Он хочет подумать, и это появится за деньги Ну, то есть идет такой обмен Сейчас уже есть возможность заказывать товары В один клик доставку Вы нажимаете на клавишу Вы нажимаете на кнопку И у вас товар приходит Например, вы заказали какие-то хозяйственные товары в интернет-магазине И вам не нужно звонить в интернет-магазин Перечислять, какие товары вам нужны Просто вы вносите это на постоянную доставку Либо вам раз в неделю просто звонят, подтверждают заказ Либо вы просто, когда нажимаете кнопку, например Которая находится у вас на холодильнике Он приезжает То же самое будет в мобильниках То же самое будет в соцсетях Когда вы с нажатием, с одним нажатием клавиши Получаете свой товар Вот Если говорить про соцсети Очень еще онлайн-трансляции стали популярны И в Фейсбуке, и ВКонтакте появляется По названию Прожектор И это тоже обретает свою популярность Лайф, как в реальности Снэпчат Вот это интересно было Интересно в соцсети Который сейчас потеснил Инстаграм Своим маленьким видео Стори Даже мы с вами сняли небольшую Стори, пока снимаем это интервью Это тоже инструмент, который стал популярен Лайф Что прямо сейчас происходит И короткие, короткие видео Вот И, конечно же, Ютуб-канал Ну, Ютуб-канал Ютуб Он все больше набирает популярность Вот Он всегда набирал популярность С самого момента своего начала Да, но Он все равно развивается И сейчас компании понимают, как его монетизировать Все больше способов монетизации Все проще и доступнее Для обычного потребителя И трафик в интернете Трафик в России становится все более доступным Интернет Все более быстрым Это позволяет быстро выкладывать видео Это тоже Ну, не дает какие-то проблем Убирает какие-то проблемы от пользователя И дает возможность для бизнеса Какие инструменты по автоматизации бизнеса вы используете? Любой хаос, любая энергия Она должна быть Немножко структурированной Немножко структурированной И если у тебя отдел продаж Например, или отдел аккаунтинга Или отдел реализации Просто хаотично творит То, как бы, твой бизнес будет развиваться в разные стороны Но не всегда в ту, которую ты хочешь И приходится, конечно, пользоваться различными сервисами И у нас есть сервисы Как и для автоматизации трафика в маркетинге Такие, например, как High Conversion И его владелец Антона Смирнова Я очень сильно уважаю за такой продукт И он действительно облегчает жизнь многим маркетологам Он автоматизирует трафик ВКонтакте и в одноклассниках То есть MyTarget и вот в трафик ВКонтакте Он позволяет, например, включать-выключать рекламу В непродающее время, когда вот эта цена за рекламу повышается Из-за того, что там высокая конкуренция Он просто берет и выключает в это время А когда понижается, наоборот, увеличивает Таким образом, вы экономите до 50% бюджета Все, что экономится до 50% бюджета у меня восторг Всегда вызывает То есть всегда, когда какая-то есть питча Какая-то есть штука Какой-то сервис, который может мне экономить Или может мне приносить больше Я всегда умеряюсь Один из таких сервисов Еще это Megablan Тоже гениальный сервис Который позволяет вести общение со своими сотрудниками Всегда понимает, какая задача сейчас выполняется Кто-то не ответственный И всегда можно управлять Вот CRM-система для продажников AMA CRM Я ее сравниваю всегда Я Миша это рассказывал на обеде Создатели AMA Вот есть Я могу вообще что угодно разговаривать Есть, например, Bittrex И есть AMA CRM Я пользовался и той, и другой Социальной, ой, и той, и другой CRM-системой И я их сравниваю примерно так Это iPhone и Android Bittrex Да, невероятное количество функций Да, там, кто шарит в CRM-системах Кто-то, может быть, думает, что Ну да, действительно, это типа круче Но для творческих людей Да и вообще, в принципе, для предпринимателей Который не хочет ничего решать Хочет удобно Просто Интуитивно Понятно Симпатично Это AMA CRM То есть Это iPhone Ну, грубо говоря И вот Владельцы iPhone Сколько она всегда Выбирает AMA Потому что это достаточно Удобно Это реально удобно У меня есть AMA на мобильнике Я могу сюда Зайти Посмотреть Что у меня делают Менеджеры Ну, то есть Какой менеджер у меня лучше И я могу все посмотреть И мне для этого Не нужно Изучать AMA CRM Я, в принципе, понимаю Это с первого раза Посмотреть Я не учился Не проходил курсы По тому Как пользовать AMA CRM Я просто интуитивно Это понимаю Заходишь И понимаешь Если ты не совсем То ты как бы В этом разбираешься А, например Битрикс Опять же При всем уважении Приходится изучать То есть Приходится тратить время И я вот общался С человеком Тоже Предпринимателем И мы обсуждали С самым Он говорит Я, говорит Больше всего Шарю в Битрикс Мне потребовалось На это два года Чтобы просто Это все изучить Досконально Все возможности И прочее И Вот Ну В любом случае ЦРМ-систему Какую бы человек Не выбрал Есть Малик Спейс Тоже отличная ЦРМ-система Вот Моего хорошего друга Руслана Гафарова Организатор мероприятий У него есть проект Вот Малик Спейс Малик ЦРМ Вот Она Тоже гениальная Удобная Простая Вот Можно где-то сравнить С Ама Сам я пользуюсь Ама ЦРМ-система То есть Это просто Удобнейше Для меня Система Должна ли компания Отвечающая за услуги В СММ Отвечать за их результат Вообще Любая компания Которая отвечает за услуги Будь то ремонт унитаза Или продвижение В соцсетях Должна отвечать за результат Если у тебя унитаз Наполовину Как бы стоит То это наверное не вариант Вот Другое дело Что задачи Не все умеют правильно ставить И социальные сети Не могут взять задачу Типа Взять ответственность За всего тебя Типа Друг мой Мы выведем тебя В мир иной Сейчас И сделаем твой бизнес Совсем по другим Да Нет Социальные сети Это просто Ну компания Которая занимается Соцсетями Это просто как опять же Один из элементов Решения какой-то проблемы Но вы должны понять Что за проблема Направить правильно Как бы В нужное русло И Если говорить про неправильные задачи То это как правило Типа Нам нужно Столько-то денег Допустим Блин Круто Но SMM агентство Не может взять Ответственность За склад За реализацию продукции За то Как работает В отдел продаж Если у них Хочется РМ система Она фиксируется Лиды Откуда-то приходят Если этого всего нет То никакое SMM агентство И маркетинговое агентство Не поможет Ну если только Вы партнером Не берете Маркетинговое агентство И оно полностью Не входит в бизнес Я сейчас Вот именно такое Практикую Я сейчас вхожу В некоторые проекты И хочу ограничить Себя и свою компанию От постоянного потока Клиентов Чтобы не было Такой Машины Так скажем По реализации услуг Это губит творчество Губит Эффективность Я хочу взять Несколько интересных Проектов И дальше И крутить их Ну докручивать Постоянно И самому Быть зависимым От результата Я получается Реализовал Я молодец Я привлек клиентов Я молодец Я не привлек Я не молодец Не получил Собственно Прибыль Поэтому Тут нужно Четко понимать Если вы не хотите Пускать в бизнес Маркетинговое агентство Окей Ставьте четкие задачи Разделяй властвуй Так же как с сотрудниками Ты ставишь Часть там Оформление Одним Креатив Другим Трафик Третьим Ну то есть Это так правильно А просто Типа Отдать Сказать Сделай красиво Ну как бы Он сделает Но это будет Красиво На его усмотрение Вот Тут очень важно Так смотреть Вообще Нормальное самоагентство Конечно В договоре прописывают Все ключевые показатели Которые мы должны Придти И именно По договору Не все это Определенная ответственность У нас были случаи Когда мы Например Не выполняли По каким-либо причинам Кипяй Или недовыполняли Просто идет Передоговоренность В плане Возвращения Частия средств Например Просто этот бюджет Расходится на следующий Месяц Например Просто Те кипяй Которые мы выставили Но рыночная ситуация Не позволила нам Привлечь нужное количество Трафика И мы допустим Не привлекли 20% трафика И деньги на бюджете Остались Ну что теперь Мы его приносим На следующий месяц Например Чуть корректируем Данные И вносим это в договор Пишем Специально Дополнительное Заглашение О том Что этот бюджет Переходит на другое Поэтому Если адекватно К нам подходить То естественно Это нормально Понравилось интервью Ставьте лайки Оставляйте комментарии Делайте репосты И конечно Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте Фейсбук И ютуб канал А если вы тоже хотите Стать героем кофе С экспертом Пишите мне Продолжение следует...